Для особо ленивых подготовил два архива. Можно будет скачать по ссылке в описании. Там же есть еще ссылки на кастомизацию так называемых браслетов Xiaomi Amazfit Bip. Что нам в принципе пригодится? Нам пригодится одна программулина, через которую мы будем прошивать наш браслет. Подготовительные действия у нас, соответственно, как и везде в описании написано на 4 PDA на форуме на прошивках. Нужно будет зайти в Mi Band, включить видимость браслета по Bluetooth и отвязать браслет от Mi Band. Вы можете самостоятельно скачать файлы, можете взять мой архив, который актуален в последнее время, на 20 января 2018 года. Это самые свежие прошивки, стабильные прошивки, не бета-версии, а именно стабильные прошивки. Можете взять скачать и сразу прошиться. Но, естественно, повторюсь, нужно будет файлы скачать на компьютер, разархивировать их и после этого уже готовую папку подготовленную скачивать на телефон. Можно, в принципе, сделать это и на телефоне, но архиваторы, которыми вы будете пользоваться, это уже сугубо на ваш страх и риск. Значит, что мы делаем? Подготовленный архив я закинул себе в телефон, после чего захожу в штатный файлообменник свой. Ой, вернее, можно в штатный, можно в обычном режиме. Из него устанавливаем программу, через которую будем шиться. Это 23.2 версия, последняя. Ее устанавливаем, делаем 5 разрешений, которые она запросит. И запускаем ее в режиме, чтобы она у нас висела в запущенных приложениях, запускалась автоматически. После чего отвязываем браслет, ну и дальше прошиваем, подключаем, прошиваем. На всю прошивку с подключением и с новым обновлением через Mi Band Mi Fit программу у меня ушло в районе 18 минут. Я, естественно, кусок самого обновления, как я это все делал, я все сожму немного, чтобы просто по времени это было проще. Остальное все в описании, там все элементарно просто. Далее, в прошивках после 33 версии Amazfit Bip уже включена такая функция. Если вы вдруг что-то неправильно пойдет, там убрали браслет далеко от устройства, что-то пошло не так, вы в любой момент можете перезапустить устройство, сделать ему хардрез путем зажатия кнопки на часах. Вот этой. И установкой на док-станцию у вас будет выходить меню. Вот в этом меню вы заходите на полный сброс настроек и возвращаетесь на китайскую версию, либо на глобальную версию, какая у вас была. Вот в принципе это уже проще, то есть уже будет меньше кирпичей. Вот, ну все, едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok